доброе утро у нас живопись и мы продолжаем тему пейзаж сегодня мы будем рисовать такой кусочек италии это будет маковое поле вот у нас будет вот эта часть вся небо а вот это поле смотрите я здесь поставлю домик домик попрошу вас обратить внимание немножко мы такие с вами рисовали редко вот он с одной стороны рисуется просто как домик как в детском саду а вот эту стену мы чуть-чуть вот так продлим крышу продлим все в одну сторону видите вот у меня раз два три такие линейки и вот так вот закончу мой домик и здесь делаем дверь это будет такой какой-то заброшенный домик у нас красивенький тут цветочки крышу сделаем черепичную можно тут пару деревьев посадить рядышком чтобы сделать такой пейзаж а вот это вот часть у нас будет с какими-нибудь небольшими такими горами пригорочками ну вот что такое вот вот собственно весь пейзаж вот эта часть у нас будет зеленая травой а вот это будет маковом поле и начинаем рисовать сверху постараюсь небольшой урок чтобы не сильно устали начинаем всех как всегда сверху вниз и небо ах кисточка вы знаете я всегда ставлю две две посудины с водой одна для темного цвета вторая для светлого а вот кисточку всегда были в чашке с чаем но это наверное у многих художников так сейчас я возьму просто другую кисточку так готова смотрите я раскрасил про залила пока только небо в акварели самое светлое что у нас есть это бумага поэтому бумагу я оставляю чтобы она у меня просвечивалась и сюда добавляю небо просто какой-то голубой цвет который есть не слишком пусть он будет яркий я оставляю сразу облака вот я их не буду рисовать потом а сейчас просто оставлю для них место вот здесь пусть у меня будет облака вот здесь вот эта часть как есть и хорошо так видите такие барашки облака и чтобы у меня был такой еще понаряднее небо я добавлю немножечко вот так вот пусть это будет да такое сразу немножко нарядней сделаем тут вот чуть-чуть добавим готова не сильно если слишком много розового тоже так конфетно будет у нас эта часть готова теперь принимаемся верхние горы их можно делать любые какие вы себе придумаете я сделаю в каких-нибудь таких фиолетовата зеленоватых тонах ну вот здесь вот они у меня будут и пусть они расходятся в небо тогда будет казаться что там растут какие-то может быть деревья или еще что-то я беру немножко фиолетового и каплю капельку зеленого видите весь рисунок такой очень нежный вот эта часть у меня есть вот так вот я сделаю тут холмик наверное еще поярче возьму фиолетового отлично готова я не набираю его много потому что вот видите одна капля и сразу она уже такая огромная становится так эта часть с горами готова мы ее не вырисовываем сильно здесь деревья вот эти вот ну пусть будут можем сразу их сделать давайте сразу сделаем горы а потом уже придумаем будут у нас тут деревья или не будут хорошо главное не делайте их слишком такими яркими так есть теперь нижняя часть пускаю сделаю там более голубой какой-то чем больше у меня здесь намешивается цветов тем ощущение будет такой долины более устойчиво так потом добавим чуть подсохнет я сделаю здесь какие-то еще костики деревья которые будут можно если хотите по мокрому попробовать вот прям вот так вот берете синего немножко зеленого и вот так раз ставите маленькие точечки они себе расплываются уже и дают нам дальний лес смотрите вот просто ощущение да так готова дом я стараюсь сильно не трогать деревья может под закрыли потом мы достанем так а теперь смотрите если у нас есть поле то дальняя часть она обычно такая вообще светлая вот я взяла вот такой прям желто-зеленый и вот его делаю сюда на самую-самую вот дальнюю часть надо и перед домом сделают такую траву прям зеленый и прям жертый вместе вот так я наверно сюда еще чуть-чуть этого яркого добавлю чтобы у меня не было совсем там мрачно пусть солнышко немножко подсветит а теперь смотрите дерево сделаем у дерева у нас надо взять самая темная зелень на нижние кроны и посветлее на верхние вот час пока еще она все не очень сильно высохла будет растекаться но можно попробовать смотрите стараемся немножечко дерево стараемся делать не цельным а вот такими вот точечками да так можем здесь какой-нибудь куст еще сделать как вам готова это крона а верх я делаю светлей как и планировала причем светлей можно вот даже вот таким вот прям цветом смотрите вот вот эту часть и уделяю светлым и вот здесь тоже и самую верхушку там уже вообще в пользу желтого вот готова так я пообещала коротенько ну ладно сейчас смотрите так дерево у нас есть если совсем по-честному тут в этой части желтого у нас не будет на солнышко отсюда светит и вот это вот и должно быть нашим ориентиром теперь крыша дома крышу сделаем черепичную она будет у нас такого коричневого цвета коричневого можно даже где-то добавить там оранжеватого вот такого какого вам захочется черепица может быть я ее сразу она может быть от коричневого цвета до светлого светлого там какого-то рыженького оранжевого не она такая будет на солнце и хорошо если немножечко просвечивается белая тут же неплохо я уж такую прям менять урку из что совсем совсем не так вот эта часть у меня под крышей будет в тени немножечко у меня будет в тени дверь до мужем ее попозже нарисовать можем сразу весь домик сделают таким желто-коричневым наверно пусть будет из такого старого камня весь на солнышке готова подсохнет сделаю там окошко в акварели вот очень важно дождаться пока она высохнет а когда у тебя урок идет с записью ну ты же не будешь сидеть и ждать правда поэтому я вот придумываю как бы мне это сделать так чтобы и не ждать но так чтобы это было на что-то похоже так вот так теперь вижу что нужно крышу сделать еще немножечко тем не чтобы у меня дом сам выделялся да так готова и и вот эта часть мне не и а там солнышко пусть останется такой будет сарайчик у меня а эта сторона будет у меня потемнее потому что она будет в тени вот как дерево эта часть тени она потемнее да и если уж она у меня в тени я сюда добавляю синего или фиолетового вот как какие-то такие цвета ни в коем случае не добавляйте черный он сразу сделает все такое мрачное возьмите какой-нибудь поярче вот я взяла фиолетовенький и мне он нравится так вот здесь вот перед домом тоже немножко сделаю такой тень да можно он подсохнет будет насадить здесь каких-нибудь цветов мы с вами это сделаем так у дерева у нашего есть ствол на крупно естество есть вот я стал рисую этого рису можем сделать тут несколько деревьев смотрите вот так вот например и никто же не знает что у нас там правда мы захотели добавить деревьев добавили так и здесь каких-нибудь тоже коричневых пятен и у маленьких можем еще добавить немного листовый потемнее взять вот вот так пусть дерево сюда заходит на дом тоже можно можно это сделать какое-то ниже выше все равно вот эта часть тоже она была не белая можем пару кустов еще куда-нибудь посадить там здесь здесь мы все равно вот здесь можем высадить костик то просто такие кружочки но сделайте их сделайте их такими не четкими готова готова можем поставить такой вот какой-нибудь трогательную изгородь и туда почему нет тоже можем посадить куст какой-нибудь нарядного цветка там тут вот пусть она там растет цветок вот и он сейчас цветет как вы понимаете когда речь идет о миниатюре у нас все такое маленькое и очень приблизительно вот мы рисуем маленькими такими мазочками так чтобы у нас было гляньте какой у нас уже тут домик для домика должно быть дверь поярче чуть-чуть сейчас надо кисточку вымыть потому что после белого она не хочет быть поярче она все размывает так сейчас он супер готова дверь так и сразу мы уже сделаем вот это вот окошечко так все переходим к маковому полю эту часть мы закончили а теперь смотрите какая у нас будет красотища я беру и вот так прям мочу все смачиваю кисточку в воде и смотрите просто всю нижнюю половину как мы с вами вот с небом доделали и теперь ну тут чтобы мне не сильно границы эти видны были а теперь сюда добавляю красного причем это будут прямо такие полосы маков красный чуть ярче красный чуть темнее вот как какой найду ни в коем случае там не вырисовываем никаких цветочков цветочки у нас вот вот только вот в этой части внизу тут будут чуть-чуть вот эта часть вся гляньте как заполняется вот такими мазочками я оставила немножко белого чтобы в это добавить зелени потом потому что у нас же все наши растения они же с зеленью и вот аж вниз сюда так теперь я споласкиваю мою маковую кисточку беру другую и добавляю сюда немного зеленого вот в наши как раз вот эти вот дырочки если они будут смешиваться прекрасно на лугах на полях вообще ни один цветок не говорит так ты подвинься чтобы меня было видно хорошо правда вот все растут вместе поэтому у нас здесь и зелень есть и маки и все вместе посмотрите уже у нас ощущение есть такого какого-то пространство поле так готова а переднюю часть мы уже с вами сделаем более понятно чтобы всем кто посмотрит было ясно что у нас тут маки теперь я взяла зеленый чуть более темный и сделаю несколько несколько таких таких темненьких точечек просто кое-где я уже вот здесь вот чем ближе у нас началу тем у нас должно быть все темнее и сочнее ярче так а теперь я беру кисточку и делаю несколько прям вот маков уже прям настоящих ну возьму вот такую теперь наверно кисточку она плоская с таким краешком хорошим и маки гляньте можно даже вообще еще проще сделать можно вот эту часть вначале покрыть зеленью чтобы уже у нас была подложка зеленая чтобы мы ее потом не подкладываем а теперь я набираю красного и вот так вот 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 тут вот эти вот маки просто ставлю причем он они будут у меня и такого алого цвета да и более темного бордового вот кое-где они будут у меня такие я не вырисовываю маки посмотрите у меня домик крошечный да ну как же маки тут могут быть огромными нет это миниатюра поэтому она не требует такой проработки сложно вот здесь можем теперь уже немножко подсохло поставить такие небольшие вот ну вот такие вот штришочки крошечные ни в коем случае не суйте тому не глаза никакие срединки вообще ничего вот такие вот чуть-чуть полосочки немножечко промелькнувшие и вот здесь вот в каких-то местах до самого донышка в каких-то я оставляю все готово а теперь смотрите любая кисточка мы рисуем стебли передние помните я вам говорила у нас чуть-чуть они будут темнее пусть вас это не смущает я беру зеленый темнее светлей и вот такими просто движениями подхватывая красный потому что впереди здесь тоже есть еще маки другие потому что поле это у нас такое огромное бескрайние да и вот такими движениями я сюда добавляю зелени посмотрю чтобы у меня белого не оставалось на поле так вот это вот все тут смотрите важно движение вверх потому что у нас все цветы они стараются расти вверх в солнышку вот мы их вот так вот сюда и выращиваем посадите прям свое маковое поле но вот не ленитесь не завозюкивайте прям все полностью а вот возьмите с этими маками посадите так готово если у нас сверху вниз то у нас будет этот кончик травяной прямо в виде если вы будете сверху снизу вверх у вас будет такой заборный кончик не очень красиво все наша работа готова я благодарю вас за урок подписываем работу все всем спасибо пока хорошего дня